Ребята, всем привет, это канал JoyWare, с вами снова Joy, и мы продолжаем наши приключения в мире Dark Souls. Давайте сделаем это дерьмо. Какой план на сегодня? Как минимум пробежать через Анарландо, напоминаю, кстати, да, мы добрались в эту локацию. Все очень страшно, все очень опасно, урона просто никакого. Яйкс, неловко так. Желательно сейчас пробежать через всю эту территорию, открыть короткий путь. Чтоб каждый раз не заниматься вот этой хренью с подъемником. И забежать к кузнецу, посмотреть, чем он может нас порадовать. А после этого уже попробовать наведаться к старым друзьям, Корнштейну и Смогу, и посмотреть, чего они там. Че они, как время их помотало там. Прямой путь, поднимаемся наверх и погнали вперед. Я не хочу надолго останавливаться в этом месте, скажу честно. Да и путь достаточно прямолинейный на самом деле. Можно не убивать практически никого на этом пути, кроме единственного темного рыцаря там. На... наверху. Подожди, стопы, не сюда, не сюда заговорился. Рыцаря, который наверху с башни лупит. Там достаточно к нему подойти и дефнуться щитом. И чаще всего с большой вероятностью он сам падает с этого балкончика. Ну посмотрим, посмотрим. Полетели. Скипаем все, что можно. Максимум. Вот этих засранцев скипаем однозначно. И стараемся не получить, естественно, заряд молнии по жопе. Я прочитал, как делается меч Квилик. Для этого необходимо качнуть меч, типа симметара, до плюс десяти. И после этого с помощью души Квилик. Это больно. Я же не падаю. Но я умираю, как минимум. Качнуть, я не знаю, кривой меч. Я не уверен. Типа, короче, качаешь этот меч до плюс десяти. Чтобы качнуть его до плюс десяти, необходим большой уголь, который достается в подземельях. Где-то там от Фарлинг Шрайна валишь в катакомбы, находишь мясника. Рядом с ним сундук. В сундуке находится уголь. Отдаешь этот уголь первому кузнецу. Андре, по-моему. Вот. Он после этого учится качать оружие от плюс пяти до плюс десяти. Прокачиваешь меч. Тачишь этот меч сюда, в великану, кузнецу. И он превращает его в меч Квилик. То есть, как бы, путь неплохой. Путь неплохой. Как минимум нужно пушку качнуть до плюс десяти. Тем не менее, с этим углем мы можем и катану качнуть. Проблема в том, что мы уже попали в Аннарландо. А выход из Аннарландо, это убийство Орнштейна и Смога, открытие телепорта. И после этого уже станет попроще вот это вот все приключения, вот эти вот все путешествия между локациями. А пока, а пока как бы, как бы, да, как бы, да, пробежать мимо этих ребят. Пробежать мимо двух темных рыцарей, палящих из луков. И, и как бы, да. И открыть слева вот этот короткий путь. Пожалуй, это то, чего я бы хотел сделать сейчас. Вот этот, кстати, тоже можно короткий путь открыть. Да, по-моему, эта дверь тоже открывается. Я кувыркнулся. Скажу честно. Они, по-моему, не могут пройти по этому мосту, но они могут шарахнуть молнией. Это точно. Я хотел дефнуться. Клянусь. Но самая страшная часть позади. Они все еще могут шарашить токум. Но, наверное, самая страшная часть все-таки позади из этого пробега. Он на секунду хотел, на самом деле. Вот это то, чего я пытался добиться от него. Это лучшее, что он может сделать. Так. Пробежать через эти лестницы, через центральный проход, можно добраться к кузнецу, по-моему. Здесь же костер! Йо-моё! Точно! Посидим у костра, а потом пообщаемся с Солэром. Фух! У меня даже немного отлегло. Со второй попытки... Да и... Неплохо, неплохо. Я даже горжусь собой. Пообщаемся. Привет, Солэр! Как дела? Ну, мы еще будем аутировать или мы поговорим? Ну что? Он на секунду же хочет. О, там ты. Ты был спокойно эти дни? Смогло-суммонение везде. В любом случае, когда ты видишь мою блестящую сигнатуру, не херстите на меня. Ты оставила меня довольно впечатление. Я бы желаю вам возможность помогать. Ты очень рада от общения с мной, не ты? Если я не знал лучше, я думаю, что у меня есть чувства. О, нет. Димми, смейте, что ты не слышишь. как можно с этим детки не болтать он же просто прекрасен просто прекрасен так чё тут можно частично скипнуть эту локацию чем сперва разберемся с этим товарищем все-таки урон какой-никакой есть но это еще с учетом того что все таки якобы кольцо на критические атаки кота на всего плюс 5 это тяжко вот здесь можно спрыгнуть всю сюды-сюды да и открыть короткий путь чем секунду я как-то это делал ну типа того вот и здесь можно выйти там кстати демон можно еще достать демонического титанита и он с мечом к велик пригодится потому что меч к велик как раз по-моему демонический титанит и применяется при улучшении оружия боссов а здесь нужно вокруг пройти и выйти с противоположной стороны здесь по-моему единственный этот ниндзя обычно не но вы очень хорошо и можно центральные ворота еще снизу открыть а вот здесь спуск к кузнецу уже слышно как он долгит давайте познакомимся с этим дядькой но он он конечно выглядит достаточно мило посмотрите на этого здоровяка с этим мало . не очень разговорчивый так чего мы можем у него сделать катан он явно не хочет улучшать нет оружия для улучшения чем я катанка поломала адам копье какой-то ну допустим допустим мы все починим он продает осколки титанита и большие осколки титанита и у него безлимитный запас осколков титанита так-то в принципе то есть этого хватает чтобы купить чтобы прокачать оружие до плюс пяти че еще у него какие-то ключи оружейные ящики это все понятно алебарду продает великанский щит куча стрел болтов и бронику великана и по-моему у него вот здесь можно взять кольцо кольцо с ястребом на она для стрельбы с дальнобойного оружия по мобов дает мы сейчас это проверим колечко колечко до увеличивать дальность стрельбы даже не урон даже не урон как это новая анимация смерти у этих чувачков мне 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 кажется еще один да вот этот больше же и не будет о бубы экзот не знаю они умирают от поддала слушал номера падения с высоты нравится и вот шаркат сомневаюсь что он теперь очень так пригодится честно с учетом того что да давайте по одному с учетом того что мы взяли костер где solar сидел и но это явно было выпадать папа папа попадание ну как бы представляем вам битву на лестнице в dark souls в двух словах просто и на над шелл так так она выглядит так она ощущается противник всегда по тебе попадает ты никогда не попадаешь по нему хотя бренджа у катан это достаточно хорошая тем не менее тем не менее обломок титанита кайфово способ пригодится и можно открыть центральный проход тоже на самом деле я не знаю как с катанкой орнштейна и смогу резать вот это да это да а я помню я помню как работает механика я вспомнил точнее необходимо катану ну или любое другое оружие качнуть до плюс 6 с помощью угля у андре и после этого великан может тапать дальше его до плюс 10 и на плюс 10 может превращать в другие орудия брата 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 полегче шуток шуток грубо а этот щит но он же не полностью дефет кстати у меня сервер скачался это было ближе чем ей мне было бы комфортно скажешь честно я наверное откроют центральные врата собственно почему нет то дворы с рядусят но они достаточно медлительные нужно пробежать мимо одного подняться и там дернуть за рычаг они они не и не та сторона не та сторона просто мимо пробегая ребят и бы не обращайте внимание абсолютно несите службу и давайте не трогать друг друга да вот этот рычаг он открывает центральные врата тоже то есть своего рода шорткат а говлюду в любом случае если будем делать всех боссов и это может пригодиться 5к однозначно не хватает даже на прокачку 1 уровня это не то количество душ ради которого стоит в принципе переживать так что а вот это больно до свидания черт ребят ну это сейчас будет очень смертельно но ты может типа утыбешься такие они конечно братки ну что какая страта против них выманивать орнштейна на дальность и стараться биться с ним сперва ну и опять же чтобы он после своих атак не упрыгивал так попробуем отбежать подальше постараемся его как-нибудь забайтить это я признаюсь честно это явно был у ворот а смог не хочет отставать без хила и такая что же странное такое с из очень страшное дело basically rng как бы не я увидел слишком поздно так ночью сколько можно расстреливать человечность я жду что он куда он делся он бегает по за все таки он нырнул когда его не видел но примерно такой бой с ними новый бы только бой проходит удачнее когда ты убьешь их да ну ладно ладно нормально все что нам необходимо чтобы черный рыцарь меня конечно не преследовал по лестнице и не вообще не убил меня бы тут как бы было бы очень неловко если бы он меня прикончил сволочь какой тебе еще любви надо от меня и в этот раз так удача не получилось по таймингам что надо просто его бить вообще его используют как сетап для ртс ара я уверен что без получения урона я хорнштейна не порежу и там однозначно нужно с хилками приходить это будет самое спокойное что вообще можно себе позволить но стерва и так таким таким методом мы подеремся и что ты мне сбил щит что ты чувствуешь себя круче вообще они достаточно крутые скажу честно катана плюс 10 было бы намного круче надо было не нарушать последовательность действий я честно я не помнил как она идет там я настолько давно не катал в первую часть что как бы да как бы да скажу честно этом да это было а чё по загрузону кстати мне кажется как будто я кувыркаюсь достаточно медленно чтобы это было дискомфортным наверно вот так будет легче там же чем выше у тебя загрузка по броне тем охереть он просушил это потому что я броню снял чем выше загрузка по броня тем медленнее перекаты тем меньше фреймов на ворот сто процентов прям вот точно я не умею парировать ну что ты зачем ты к стене подходишь бра . у нас не так много времени ну смысле все время наше абсолютно ну бьет он значительно больнее скажу честно если он оставлял меня с половиной то сейчас просто просто выносит не давайте чё-нибудь накинем 31 но это самое легкое что я могу из брони позволить а и штанишек 30 ведь эти тоже 30 здесь наверно дефа чуть побольше 9 и 2 да не все еще fast roll сойдет хоть какой-то шанс на выживание я не думаю что здесь стоит выжигать костер и 10 хилок помогут мне если мне не помогут 5 форнштейна вырезать я думаю с десяткой тоже толка не будет вы вся страда в том что надо его атаковать чтобы он умирал чтобы чтобы у него заканчивалось здоровье его бить нужно сам в шоке вообще как и разрабы до такого вообще додумались а у него щита получше он единичку всего пропускает все теперь идем и побеждаем я чувствую я чувствую всю мощь всю силу нет не чувствую я чувствую как это будет страшно сейчас в очередной раз тут по моему в комнатах можно нарулить какое-то оружие типа чё там какой-то кривой меч зачарованный дубину можно найти хочу здесь за души а еще косарик который я потерял блин смотри он уж и по лестнице умеет подниматься но 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 ну четыре хилки страшно пипец но он отскакивает и убегает и вообще делает всякие несвойственные ему вещи обычно он как бы рашет и продолжает давить тебя и ну как бы давит он неплохо орнстейн хочу они самонаводящиеся стали с чего вдруг ах ты стерва шок гэнг бэнг но не убивай дядя отстань моля убедим больно вот это достойно похвалы развели как школьника красиво красиво безусловно вот это килл на их уровне прям я не успел даже кувыркнулся я не мог я застан очень там был а но это займет некоторое время безусловно об этом я и говорил это достаточно интересная битва с боссом но почему это не бэкстаб папа папа есть поймал так это займет некоторое время безусловно но такие они крутые вообще в принципе я я не могу сказать что первая часть dark souls есть боссы которые прям прям вот херь какая-то кроме капры но он как бы условно босс в течение игры там в лейте это вообще просто враг но вот эти ребята это пожалуй самое наверное зады раздирающая компашка мне кажется это как раз вот та пара боссов из-за которой большинство ребят забрасывали проходить дс прям вот у меня такое чувство есть что это те боссы тот тот босс не на мой можно ли назвать просто одним боссом но это та компашка из-за которой стоит забрасывать дс а я не знаю кстати могу ли я заблокировать его смога точно нет прям однозначно он как рубанет так как бы грешка сразу но он как минимум точно пробьет баланс а вот орнштейна мне кажется можно я не знаю как его правильно называть у меня он будет орнштейн слишком слишком близко слишком близко чтобы не было комфортно я боюсь вот этого типа он стукнет пробивает пробивает мне щиты 51 а 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 у нас не помилуй а я здесь мог его ударить решил не жадничать слишком они вдвоем близко все равно тусят 79 был щит пока я нанесу во второй удар в этой битве как бы мне уже спадает наверное весь дебав кровотечения которые я могу нас такать кстати здесь его можно было даже пару раз ударить но опять же риск того не стоит вау ну слишком близко привет друг не хочешь типа рывок сделать мужу все они пешком ли ходят я слышу как смог бежит я на секундочку поверил что он потер потерял интерес моей персоне когда делал рывок но он явно передумал ну в смысле не передумал передумывать как бы это круто не звучало у у я умер да look at this damage а может быть попробовать маленький меч я вот об этом не думал у него стак по а у меня есть души другой вопрос я говорю про попробовать у меня только душа квилик есть я думал насчет этого маленького меча где он кстати вова вот этот живописный мет если бы было немного душ его можно было бы стакнуть до плюс пяти как минимум он скелется по а хзы хзы губу он даже мог бы быть очень интересным предложением остальное все скелеса по силе но это безусловно будет долгая битва я чего-то подобного и ожидал но я надеялся что они будут сотрудничать они не очень-то хотят это dark souls это dark souls что ты крутишься нормально тут уже вижу experience приходит там не приходит experience но это совсем другая история для надо было сейчас не хилиться там же все равно еще падать с лестницы ешь профессиональный скип этот применяю спидран страдки но был бы тот клинок лучше этот живописный маленький меч там явно могло бы быть больше урона на самом деле из-за того что скил выше на целую градацию как бы это неплохо так слушай это это был демич если бы я еще с двух рук атаковал ема смог ну ну что ты что ты меня чарджишь а с тайминги мне просто о очень страшно он опять же ты посмотри его походу заклинило ну как без демич 79 кучу урон чуваки его с непрокаченным сломанным мечом проходили зачем мы хуже 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 тем же вы скилла нет и смог меня чарджит постоянно и с каждым ударом наносит все больше и больше урона он обычно так не ведет себя он конечно более более пассивно что ли атакует а этого засранца не так часто клинит его атаки в столбах он там не застревает прочих бывает это бывает а теперь ты начнешь меня закидывать мол ты посмотри-ка какой же я везучий все к они явно не хотят со мной скооперироваться и он сейчас делает рывок очень кривой я я видел я опять видел но там там в очередной раз он между столбами зависает но это прогресс вообще никакого прогресса мне кажется в тот же в прошлый раз я ему столько же наковырял так чё мы можем здесь сделать против них абсолютно ничего их нужно убивать и тут ничего не поделаешь их просто нужно убивать и как бы это это все страдать и убивать надо было не спешить с портом ван орландо пробежаться по катакомбам и прийти с оружием плюс 10 и там я не знаю десяточку а так хватило бы чтобы их вырезать наверное но теперь обратно-то не тэпнуться мы здесь и мы страдаем что если не страдание dark souls что если нет только это сразу похилимся здесь и да как бы ну такое мнение все я чувствую вот это вот эта попыточка сейчас будет то что надо он перестанет творить то что творит он сейчас сделает рывок будет далеко я смогу ударить 1 700 по нему но он сделал явно рывок но смог намного ближе чем мне хотелось давай вот сейчас сейчас сделает почему смог так близко по души потихоньку здесь можно целую кучу на стакать она шат и может грянами его закидать какие же они засранцы ты посмотри ну я кувыркнулся прям в тебя ну а ло а за люпа вот что его так глючит то он должен делать в один присест прыгок может из-за того что у меня за столбами не видит я явно прожил кувырк в него неловко так яйкс а нет да что ты чарджишь меня тебе какой любви еще надо сиди там и не отсвечивай пока здесь папки разбираются типы камон хепт ты посмотришь он делает а ну это конечно очень интересная битва безусловно космической крутости и он зачаржил меня тот момент когда я мог нанести свой единственный первый удар в этом бою спасибо спасибо брат его можно попробовать типа разводить на атаку но он начинает чарджить он же начинает чарджить даже если вблизи находишься с если бы он постоянно делал атаку с прыжка это пофиг он же чарджит вот сейчас в очередной раз нужна страта нужно нужна стратегия вот например и он он стрел там на месте на некоторое время типа прыгнул ударил все анимация прошла форнштейн бежит а смог тусит позади давай делай выпад а да не ты ты стой я его не вижу я его не вижу мне страшно я хилый о он рашид что ж вы так близко то дядьки у меня одна просьба чтобы не тусили так близко жаль они друг друга не лупят типа хуяк он ему молотом бонг и и нормально и хлопанул даже не но я как бы я даже не знаю как это комментировать но это интересно я не вижу смога хорошо что я кувыркнулся оттуда да ладно начинаем их закидывать грянами потому что это наверно побольше будет урона все-таки чему есть это больше урона чем меня есть о господи позорище смог я в другую сторону хотел кувырк сделать ну чё там одну десятую снесли о господи кто же знал что будет так весело я знал я знал самого начала знал спасибо давай ты меня еще убей мне недостаточно унижение сегодня страдки 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 у меня нету до смолы и там на увеличение урона мне ничего нет да душа квирик есть человечность пару штучек все ничего нет 0 и зеро короче попробуем понаглее попробуем не выжидать в таком количестве и вы но стакнуться они вместе окей смотреть что делает смог и от этого решать если он прыгает уворачиваться резать орнштейна в любом случае будет проще если первым делом умрет орнштейн и смог потом просто будет с кувалдой там прыгать только мить в теории в теории его все-таки легче будет заморочить ну кстати я могу блокировать его атаки смога точно нет прям стопудовый я чувствую что он сразу мне дэв пробивает и меня садят на пике и как бы время очень плохо проводятся я его не вижу я не вижу что он делает он ходит лады лады яйкс а да тык ну хорош ну дядь ну вы и так слишком крутые вас двое давайте вы не будете лупить мне еще сквозь стены электрическим током блин а я сам кувыркнулся в эту хрень это выглядит достаточно грустно у меня зажали в уголочек да не да да дядь страшно все наш выход короче все погнали собрали силами он даже не сносит full выносливость хорошо что я пару пару пунктов качнул так что его можно заблочить а потом молиться что он вторых и что нибудь делать с этим уже вот только они бы еще вместе не тусили было бы неплохо смог делай что-нибудь хватит ходить чего-нибудь делай и стой там вдалеке не отсвечиваю ваще не беси да ладно я кувыркнулся умоляю не убивай не наказывай щас жахнет меня еще по жопе у да ладно это вообще даже не рядом было ну-ка нарежьте он не попал же там молния было даже не рядом ужасно я просто сливай хилки еще до того как экшен начинается у меня уже не дух хиппи хиппи нету понимаешь вообще смогу игнорирую мне кажется поэтому обижается что я 0 внимания ему оказывала да ладно это это шоссе скоростные какие-то бог болты да ладно у меня мимо счета пробил или я в последний момент отвернулся я чуть пропустил страдка со щитом работает кстати нет на самом деле но вы бы и да и нет одновременно дал дает и сейчас рыцарь придет мешать мне а не придет но из страдка со щитом парировать орнштейна по моему нельзя я не хочу проверять там скорее всего одно парирование сразу погибли для моих задниц одно кривое парирование имею но его можно блочить его можно блочить и все потому что я качнул чуть-чуть выносливости так но это большая удача была что он просто махнул не туды конечно очень интересно что вы друг друга защищаете ребята за отличная команда найдите себе человека который будет вас защищать также как смог орнштейна и ваша жизнь будет просто просто в шоколаде да ема я думал это будет дальний выпад ща будет дальний он там слишком долго еще быть дальний стреляшь на пиздец чем мы будем делать там типа всякие у орнштейновские дела о да ладно вот это он пробивает вот этой атакой прошу прощения вот это он пробивает признаюсь честно для меня они вообще все одинаково выглядит абсолютно я сконцентрирован больше как бы на самом наличии пиздюли а не на на качестве я не вижу второго я вижу второго ой да ладно ну ты шо меня еще шоком будешь как вышло так что мне большое количество силок оказалось что ты пинаешься как ослик шо ты легаешься вообще если бы не смог я бы просто с каждой атакой кувыркался прям в него и после этого даже если бы он отпрыгивал у меня все равно было бы вероятность вероятность или как минимум ну не не так конечно же но как бы как бы так но не так но ну я не вижу я не вижу вижу 51 у детка черт это так стрёмно не ну кровотечение три сотки нанесет в теории если я смогу ударить его хотя бы сколько ты каждый четвертый удар каждый третий по моему кровотечение вызывает сейчас этой атаки он кстати не пробил они там была атака сверху а здесь типа что-то типа выпада как он не попадается 2 он же не так далеко отходит мне кажется с руки больше урона было бы а я не утверждаю я не хочу проверять но как бы да как бы ну такое происходит но это уже больше чем в прошлые разы я я прав ли прав ну пусти его мразь это по-другому не назвать никак это просто скотина он его заблочил ровно до того момента пока мне не стало больно это просто конечно как жопа поступил ой да ладно ты еще будешь ворвячиваться ну хрёшь а конечно подожди а чё чё было не стопе стопе кто меня д д м гнул с подбросом вверх вот это его атака медленно это с которой он типа цепляет тебя на пику это стрёмно не звучал а а а а а а а а а автолог иногда просто подводят за смогу я побольше бью может быть его убивать 51 господи помилуй а он на пол хп еще какой-нибудь мега злой достанет прям вот разозлиться так прям атаковать там быстрее начнет еще всякая начнет делать разное да ну тут я пожадничал мой косяк мой косяк а я не я не буду человечности тратить она того не стоит я все равно скорее всего я пытался вы же наверно слышали вот здесь звук у меня уже там семь душ лежит хватает на целый левел силовым оружием мне конечно больше повезло во первых там крутые типа оружия в духе там алебарды этих черных рыцарей или как это хрень там называется вы поняли ну такая типа да ёпт ты мне день испортишь тебе сволота я пропустил свою остановочку просто она прям же и вообще безумная прям вообще без ее же спидран их используют потому что это просто вообще просто демич чистый вообще прям чистыми фильтрованный урон а вот это все приколы не ну на ловкости делают билды для pvp по-моему ну потому что просто спамишь безумно с огромной скоростью какой-нибудь клинок ну представь вот этот сейчас живописный меч а друг вручный вот такие всякие штуки там начинаешь вытворять и просто сбиваешь баланс противнику и хорошо время проводишь а ну катана все-таки достаточно медленное оружие господи сколько мне придется вырезать смертей нет не иди не иди ты испортишь мне день я плохо время проведу три хилочки более чем достаточно ох да ладно ну попади да ладно не ты попади оладь еще давай сквозь стены меня щас лупить там сквозь туманной войны прошу прощения как я не погиб в этой ситуации о привет 8к стратка интересная ой да ладно она мимо же пролетел да чё ты мне выдумываешь у так ну чё давайте чуть поделаем с одной силкой чтоб потанцуем ну и чё это такое шо это такое это вот это вот вот этого всего чего это за он явно не хочет чтоб я его бил я его полностью понимаю я не хочу их убивать они бы просто открыли как бы ворота чего он скачет и после каждой атаки ну допустим можно нарядиться full броню ну прям максимальная какая у меня есть и без перекатов просто на блоках попробуйте их выкатить здесь на урон это не повлияет но на живучесть точно повлияет но разве не веселее страдать дядь может вы все-таки разойдетесь это конечно очень интересно когда вы вместе ходите я прям прям вот кайфую прям прям кайфа особенно когда ты потом семь раз с половиной прыгать начинать после выпада единственного шанс тебя ударить о чем о чем сон столько прыгает это же не норм это же не норм да ладно кай ну каишь кай а у меня силы больше нету все я понял я понял вы все дерзкие вы крутые скок ты будешь скакать-то ема да ладно чонт по два прыжка то делает после каждой атаки это и сюда нереально нах пожадничал господи сука дурачина надо было кувыркаться и он даже от этого уворачиваются да за что за что так жестко ладно последняя попытка класс чанс ласт оппорту нить все еще смотри просто просто сношу их еще просто захожу начинаю вырезать они пищат как девчонки от того что им страшно со мной драться и г.г. может мы отойдем от стены может мы отойдем есть с него так не выпало оружие что удивительно я уже столько фармлю не знаю десятый раз наверно с него так не выпало пушкой подожди опять пропустил вот тут надо прыгать с верхней ступеньки сюда вот я и у меня вообще нет идеи как их заморочить я же не могу из-за норландо обратно вернуться мы эти чуваки же типа one way ticket перевозят только сюда обратно же нет и обратно только после убийства оранштейна и смога все я не могу вернуться обратно сходить там достать уголь убить опциональных боссов вкачать катану до плюс десяти такое типа вне закона да спасибо хочу так мало урона нанес у дымки нельзя в дымке нельзя ну конечно да ладно чего чем ты меня ударил то ты штука чарджил ой да блять ладно вы что такие крутые нельзя же до обратно вернулся но я могу максим они у меня нет кольца наверно чтобы пойти эту гвиндолин или как там эту дуреху зовут убить там же по-моему кольцо надо чтобы открыть битву с ней а кольцо получается после убийства оранштейна и смога визу все вообще завязано дропнешь да ладно дроп не разок шотте за жалко что ли я его все равно использовать не смогу мне силы там минимально могу демона пойти убить губа толку только ради экспы уровень здесь не поможет однозначно ем а кстати страдка с бронь кай го посмотрим прям максимальная у меня же есть прям вот тяжелая тяжелая ролл внизу да ёпта вы так что здесь делаете б б уходи у у уходи ну до этого у меня шоттл теперь это пол хп из-за страдки вообще я сомневаюсь это сработает вообще да ёпта если бы мини еще не убивали но я явно смог от стоять эту его атаку господи фатролл это слишком смешно ну конечно зачаржил в тот момент когда и хились и он чат жить будет постоянно теперь я добавил там все еще рыцарь за туманом тусит то есть меня не стоит как бы близко подходить давай смог делай что-нибудь теперь о форн стейн делай фоне быть ну не одновременно и разные да и не отталкивает его от меня меня тут вообще-то страта я вообще здесь господи как же смешно выглядит эта битва ой да хорош не бей не бей мне похилиться надо ай да ладно мне нет с фатролом прям вообще грустно я такой не люблю такой не респектую лучше чуть поменьше дефа но мы ты ты точно уверен своему вороте и в его дальности но это было забавно чем я были штаны и и курточки да муж солера собой а его можно с собой взять кстати его можно с собой взяли если да то это же вообще космически но здесь это может не поможет мне но это хотя бы весело будет голова вас жжем еще кострик 10 хилок ну с пятью я треть снимал всегда не очень-то поможет же соляр где твой знак он наверно там валяется прям у этого прям у входа и рыцари мне не дадут его просто применить а я кстати я узнал про души и их зависимость с дамагом с мечом квилик действует на на 10 но нет ни души не души прогоняю человечности меч квилик наносит максимальный урон от огня на десяти человечность их это прям действительно это факт не туды это действительно помогает будет неловко если знак призыва солара где-нибудь где-нибудь здесь рядышком и он просто будет от рыцаря умирать не если где-то здесь его знак призыва а вон он на той стороне ну ок ну гол джулика оперейшн а че здесь это ловушка да я знал что это ловушка не ловушка похоже на ловушку проверять не буду вот бы щас катанку плюс 10 я все равно не бью их никогда даже хоть плюс 20 ну брат ну давай ну я понял узкий коридор сложно битва там да ё-моё дай мне тебя и бэк стебнуть не бой еще солер такой как врывается да как разносит двух он дядька серьезно вообще он наверно сейчас на этих рыцарях и стигнется о кстати он один пошел дэс биг дэс хьюч я видел я видел я видел эти взмахи я видел что 2 согрелся а у соляра хилка есть да он вообще просто мачо мэн так ой да ладно пробил то прям ты посмотрите на этого залупного я надеюсь соляр не сдохнет еще до того как мы придем драться вообще это шо за урон это шо урон а вону другое дело кровотечение прошло так соляруте пол хп ты че дурак ёпта он сейчас умрет еще до того как мы вообще драться начнем да ладно о господи что там молнии херачит и посмотри как он круто и меня всего 5 хилок осталось господи помилуй так соляр а давай люблю тебя до программ соляр чем я могу тебе помочь как те вылечить брат у меня нет лечения у тебя пол хп какой бы 8300 душ и вот короче соляр сейчас вообще разрулит все я так понял но только у него пол хп но я скажу что я как минимум с ним себя просто поувереннее ощущаю на этой битве и он отвлекает смога что в общем-то очень хорошо даже там какой-то урон наносит да ладно ты ты серьезно ёпт так сейчас главное не переусердствовать главное не подставляться лишний раз этот дядька шотает он просто вшарашит так что я сдохну сразу на ней желательно чтоб конечно соляр отвлекал его на себя это была бы хорошая страта но он там на один удар просто мне кажется соляр уже как бы лельки ну надо делать свое грязное дело просто побыстрее вот он после вот этой атаки еще может взрываться же соляр как бы я хотел тебя похилить брат как бы я тебя похилить хотел родной но к сожалению ты погибаешь вы самая слабая звена соляр просто лучше он просто дал мне уверенности которой мне не хватало и отвлек смога достаточно чтобы я смог нарезать орнштейна а это это конечно крутая заслуга как после этого не сказать что он просто лучший персонаж вообще во всей серии д.с. далла сумка серьезно у меня еще есть пара человечности солар брат я брат за брата я день и брошь ну смысле ты меня не бросать будь ряд брат я рядом брат все уже есть страдка фух я был в подавленном состоянии скажу честно я думаю как и многие из вас были бы в подобной ситуации ну давай делай какие-нибудь движения чтобы я мог бикстер на тебя и немного ускорить наши вот эти с тобой пляски от он дробно серебряный меч а он кстати не на ловкость он чуть-чуть на ловкость он цепок стать он немножко на ловкость он физического урона больше наносит чем мой меч нулёвый но там надо 16 силы чтобы им пользоваться у меня не хватает я наверное могу двуручным зарядить у нас уже есть страта да ёпт что за камер откончена ребят господи я знал что он что ты кстати я бы мог на самом деле попробовать заблокировать его просто вот full блок вот это я думал что я его на самом деле роль на сразу чувствовал что не роль на дальности не хватит пожадней шелпа жадней шел там можно было не лезть подождать еще раз под молотку воркнуться или сразу убегать оттуда мой косяк мой косяк признаю так убьем рыцаря попробуем убить еще одного из из этих рыцарей по моему один уже хочет сюда подняться ну это ты как мудак конечно поступил я тебе так скажу самостоятельно попробуем убить одного из рыцарей чтоб solar более фуловый был что ли и но это как минимум по поинтереснее сделает всю ситуацию он спасибо спасибо очень пригодятся не не очень один есть 22 сука вы что такие конченые машин застрянет а он передумал а второй передумал кстати его можно ловить на атаки со счета а ну б.б. все же обратно пойдет какие же вы тугие дурочки это просто от ну их можно уроном от падения как бы у соточка прошла так мы и сбережем solar ухп сделать какую-нибудь атаку ты на лестнице но это интересно не очень ой да ладно а он меня поймал нечего сказать он меня просто поймал на жадности я думал что он ударит разок дал бы чем не бесить это так тоже за аутизм но это его разозлила о господи давай поднимайся а они хилятся да хочу вас там за так сказать мероприятие происходит но он меня поймал еще раз что сказать ничего не могу с собой поделать не представляю с какого хера им бы наносить вторую атаку чё еще раз как же это тупо как же это тупо да куда вы обратно то пошли иди сюда 1 иди 2 ниги чего не делают по счету прошлось ты шо да ладно ну серьезно там можно было и сквозь стену просчитать мне одну атаку-то ну ее мои лаппин хилица этот момент можно под музыку бы нехило запустить да ну давай мы еще прыгать будем я броню этих рыцарей же могу купить да у кузнеца я вот сейчас что-то вспомнил он достаточно крутая а второй просто завис его до магнуть не могу потому что у него чит она одной за так могу он разозлился я думаю он разозлился но он просто похилился в очередной раз full hp in the house дядь может мы не будем сквозь стену бить а поднимемся все-таки да ладно там можно было пробить еще пару раз ну чего ты ну не давай давай без вот эти а чё его здесь на лестнице ловлю кстати я ж могу его теперь в коридоре я ж убил вообще всех в принципе кого необходимо было но это неловко было конечно вот так меня ой да ладно ты опять похилился но хотя бы не до фула спрыгивать будет съедом и здесь уже можно солера призывать я хотел на самом деле знак призыва скинулся в неудачный момент солара пойдем прям ты поможешь как бы немножко вот этого я боюсь больше всего это возможно это одна из тех атак которая меня шутник ой да ладно ты на отмажь бьешь засранец солар не умирай хмале только не от этого быдло спасибо спасибо за флова солера спасибо господи помилуй господи поехали давай ван чанс ван оппортунити да ты сука такая не зажимай не зажимай умоля так хватит форшмачить моего братка да ёпта все мы один на один да ёбаный ты рот за мат из извини конечно да ладно дай выхилиться то ёпты я не знал что четыре атаки подряд его стан лочат это для меня было открытием типа прям и кровотечение здесь очень в кассу мы это видели уже мы это видели он рядом у у солера очень мало хп мне кажется он быстро ласты склеит либо быстро ласты склею я солер отбеги подальше пой по хильсе кидай кидай молнии там у это это было хьюч это просто биг просто от огромный стан лог был бб солер был как брат был просто просто дядька он был пацан который просто любил жизнь так не жадничаем не жадничаем он в любой момент опять может прыгнуть а мы таких хуяк и убежали вот он момент нормально ну стан лог еще один прошел вот это ладно ну ты чё делаешь я умер да ладно блять он меня зажал в стене опять залупа конская просто там на одну тычку можно было даже не терпеть можно было добить о как у меня печет у меня просто горит у меня просто вообще пламень ваще я просто горю я уже два часа сижу на этих ребятах я просто аки джонни шторм из фантастической четверки воспламенился сейчас на самом деле не не ну обидно обидно не я не могу сказать что это было не обидно это было прям зашкварка это во первых я не ожидал что он срывка все-таки меня в во время у ворота хоть нет чего чего а вот этого я не ожидал ну не знаю как этот рывок выпад наверное все таки выпад я не ожидал что во время выпадал меня коть нет он меня сбил и не дал времени убежать или дал или мой косяк и я мог там убегать именно не не кувырками а типа прям продавить кружок в данном случае кнопочка б на геймпаде от иксбокса и выбежать оттуда и потом кворкнуться хз хз там вдоль стены еще столб был и я некоторое время потратил приходя в себя после после его удара паровоза удара паровоза неловко неловко в любом случае опять страдка с рыцарями цеплять их по одному не ну один сразу идет по звуку хотя бы да ёпта да ладно он пробил сквозь щит чертова сволочь какой там счетчик смертей уже даже смотреть не хочу столько придется врезать господи помилуй о ёпта человечный жжи у меня там осталось две двойных по моему сука то есть условно у меня две попытки еще прям вот ай еще раз с этим рыцарем биться теперь две двойных же да было да две двойных но без салара я тут не разберусь это прямо стопудово браток всю ситуацию просто разруливает как никто другой вся вера тогов старичка все я чувствую я чувствую что это она та самая попыточка я чувствую лап есть прям даже как то это да по фасту получилось с ним разобраться не честь салар давай браток вся надежда на тебя давай родной соберем волю в кулак надерем жопу этим пацанам ну но все же с катаной на плюс 10 было бы конечно попроще скажу честно но слушай двуручная катана я я я скипнул этот момент прям вот удалено из памяти каждый третий или каждый четвертый удар она стан лочит орнштейна вот это для меня было открытием и это действительно то что эту битву могло сделать проще изначально но в солянова учитывая смога который там постоянно где-то шарится рядом ну что ты отойди ты от стены господи что ты такой упертый ты же все равно погибнешь типа камон брат ничего не выпало ничего не выпало там десяток душ был но я только за эту комнату десяток душ получаю на самом деле я не хочу призывать сейчас солера скажу честно не хочу чтобы вот это быдло его дамагала а если я его призовую просто убегу то скорее всего он останется здесь будет с ними биться и сдохнет ну кстати только один идет может быть один и придет может быть второй забил ну это хотя бы не шатает а вот это блять шатает до какого хера я подняться не успел сук надо было и со всей скорости и дури прожимать и кувыркаться с лестницы чё у меня последняя попытка если я не прохожу это как бы за за фака пины и сейфы и тут них делать еще разок солера сразу после рыцаря призываю и с этими двумя бичами будем вместе биться ну хорош но это так долго это это просто как это муть муторная если бы они по соляново приходили там проблем нет там типа несколько так кровотечение проходит несколько так и все один из них убит еще вот этот дурачок мешается постоянно только папа ты если меня убьешь я я удаляю dark souls я однограни дал ты что как у него бэкстеп срабатывает ладно разобрались без этого но было бы проще с бэкстабом последняя попытка ты представляешь я просрал просто десяток человечности кстати я тупанул и несколько да ёмая потратил несколько человечности просто на да ёпта на на отхил на них хотя мог приберечь и салара пробовать убивая черного рыцаря призывая салара фокапим этих рыцарей обычных и идем надеюсь его хватит хотя бы на орнстейна 1 а со смогом будем потихоньку общаться других вариантов нет все последняя попытка понимаешь последняя попытка понимаешь круто да а вот они сквозь стены могут атаковать никуда ты пошел так нормально с этими ребятами все понятно с этим ну и с предыдущим его корешем ладно с обоими все понятно шаш салер погнали ну кстати идет один но он по моему заманивает второго сюда нет а как получилось так что они вдвоем приходят а охуенно охуеть ну гг как бы просраны сейф все я можно пойти искать человечности но как бы как бы не не хочу этим заниматься можно будет влезть потом на новое прохождение попробовать с другим оружием но не на этом я кидаю полотенца аки тренер боксера полотенца на прекрасную мордашку этого товарища спасибо ребята за то что валились на это прохождение очень жаль что как я мог еще пизданутся с высоты и получить ровно столько дамага чтобы в нули уйти тем не менее это был канал joy wire с вами был джо спасибо за то что присоединились на линеечку прохождения dark souls жаль что она закончилась в он орландо на кончине моих человечностей но если у вас есть предложение на другое какое-нибудь оружие или другое какое-нибудь прохождение другую какую-нибудь игру вы можете оставить инфу об этом в описании и мы с вами обсудим и подумаем стоит ли это делать если вам понравилось это видео и вы испытали боль которую испытал я обязательно подписывайтесь на канал будем будем дружить и общаться вступайте в наш дискорд канал там всегда есть с кем пообщаться и с кем можно найти общий язык ставьте лайки чтобы поддержать канал и наверное да еще раз повторюсь с вами был джонни специально для канала джо 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 не для канала joy wire всего хорошего пока